Тем временем, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Сергей Абашин намекает на то, что неплохо бы создать в составе России Таджикскую республику Второй Таджикистан, чтобы защитить несчастных таджиков от русских фашистов и произвола властей. Таджики – это теперь одна из крупнейших национальных общин жителей России, но поскольку у неё нет своей республики, то нет и своей элиты, которая говорила бы от имени общины. Это и создаёт ситуацию особой беззащитности и перед государством, и перед разными националистическими группировками, которые стали влиятельными в последнее время. К такому профессору не хочется даже на «в» обращаться. Послушай, дядя, наши предки не для того проливали свою кровь и строили эту огромную державу, чтобы ты сегодня, сидя на шее у народа и питаясь за наш счёт, за наши налоги, рассказывал нам, как мы должны свою землю предков, отдать каким-то приезжим, чужеродцам, чужестранцам? Да ты что, афанарил там что ли? Профессор, спустись на землю, ты живёшь в своих умозаключениях, ты вообще не общаешься с народом или ты обслуживаешь диаспору, которая тебе деньги заплатила? Как можно вообще такое заявлять? Да ты же сепаратист, господин профессор. Таких, как ты, нужно обвинять в госизмене и сажать в тюрьму. Что значит отдать русские земли и образовать на них новую республику таджиков? Это что за предложение? Да это не просто измена родине, это предательство своего собственного народа, своих предков. Это плевок на могилы всех наших предков, которые строили эту страну, защищали её, поливали её густо своей кровью. Таких людей, как ты, профессор, нужно гнать в шею отовсюду, чтобы ты больше ни копейки от народа, от русского никогда не получал. Иди-ка ты на зону и заработай там себе на похлёбку.